Здравствуйте! Эфир телеканала Юрган. Продолжает программа «Случаи с практики» в студии Екатерина Борш. Сегодня у нас в гостях психолог Надежда Козлова. Надежда, добрый день! В организме человека есть поистине замечательная внутренняя аптека, содержащая полный комплект лекарств для профилактики и лечения всевозможных заболеваний. Ключ к управлению телом лежит в нашем сознании. Правильно пользуясь этим ключом, мы можем по собственному желанию избавляться от болезней и поддерживать хорошее здоровье. Как это сделать, узнаем через пару мгновений. Телефон прямого эфира 516767. Звоните, задавайте вопросы и не забывайте о нашей народной студии. Там свой дежурный пост уже заняла моя коллега Евгения Лебедева. Женя, приветствуем тебя! Добрый день, Екатерина! Здравствуйте, Надежда! Я приветствую всех телезрителей. Народная студия начинает свою работу. Пишите нам, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением. Номер осеки увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя! Надежда, ну вот в чем взаимосвязь души и тела? Вот мы с детства знаем фразу «в здоровом теле – здоровый дух». То есть для того, чтобы быть духовно крепким, нужно поддерживать свою силу. Неужели вот прям настолько обратная взаимосвязь важна и очевидна? Сейчас уже каждый понимает, что душа и тело взаимосвязаны напрямую. Причем как душа на тело влияет, так и тело на душу влияет. Если раньше когда-то, когда наука была не столь развита, как сейчас, было представление, что душа и тело – это что-то отдельно существующее друг от друга, то сейчас уже каждый знает, что если у нас хорошее настроение всегда по жизни, и на работе, и дома, и с друзьями, то и иммунитет будет крепким, на уровне. И, соответственно, здоровье, все болячки будут отскакивать, да, как от стенки. Если наоборот, то и здоровье будет страдать. И если у нас со здоровьем что-то не так, то и настроение пониженное, и наоборот. У нас уже есть дозвонившийся телезритель, давайте примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Марина, я из Эжи. Я хотела спросить, у меня ребенку 3 года. Он как с рождения не спит по ночам, так и не спит до сих пор. У нас еще лезги, она сильно чешется, хотя вроде особого там сыпи нету. Связано это как-то с нервами. Спасибо большое за вопрос. Вот у нас тема эфира обозначена «Все болезни от нервов» в вопросительный знак. Я думаю, в конце мы сделаем итог, можно будет сделать на самом деле от нервов или нет. Вот такие вещи могут быть. Аллергия, да, считается, что это одна из психосоматических болезней, так называемых психосоматических, то есть вызванных какими-то психологическими причинами. Аллергия – это раздражение, раздражение на что-то. Вот здесь важно понять на что. На животных, на какие-то препараты и так далее и тому подобное. Здесь может быть подтекст более физиологичный, когда на препарат аллергия идет организма. Если же идет аллергия в каких-то определенных жизненных ситуациях, например, аллергия на садик, на школу, на маму, на папу, на какого-то друга, на желание или нежелание идти в магазин, появляется аллергия, тогда уже организм сигналит вам. То есть, скажем так, аллергия появляется в эти моменты. Да, да. То есть эта ситуация каким-то образом выступает в качестве раздражителя. И если ребенок маленький в 3 года не может ответить словами, не хочу я туда идти, то отвечает организм за него. И для мамы это сигнал, что нужно посмотреть, насколько ребенку комфортно. Вот вы сказали, что аллергия относится к психосоматическим заболеваниям. Что еще туда относится? То есть это какие-то традиционный спектр, набор, да, то есть там сломанную ногу уже нельзя к психосоматике отнести, так? Получается, что так. И получается, что да, действительно набор. Болезни сердца практически все. Психосоматика, инфаркты, ишемическая болезнь сердца, гипертония. Все, что связано с сосудами, их изнашиваемостью. Так или иначе связаны с психологическим состоянием, психологическим комфортом. Бронхиальная астма, когда у человека есть приступы. Удушья, да, так называемые. Аллергии, кожные какие-то заболевания, псориазы, нейродермиты и все прочее. Среди лидеров, среди психосоматозов, психосоматических заболеваний, язвы, язвы желудка, язвы 11-перстной кишки. Самый нервный орган у нас какой-то получается. Да, у нас и у мужчин, в частности, мужчин 30-40 лет, это одно из ведущих заболеваний психосоматических. Самое слабое звено получается. Да, получается, что так. У нас есть еще один телезритель дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана Сыктывкар. У меня вопрос. Я, основной с суицидом, знакомого, перенесла, в принципе, все это, вот, все случилось практически при мне. Что теперь, как мне снять стресс? Спасибо большое за вопрос. Вот на самом деле, болезни от нервов, да, вот неумение пережить в какой-то степени стресс, стрессовую ситуацию, это тяжело очень. Вот как справиться с такой ситуацией? Причина суицидов и права – стресс. То есть ситуация непереживаемая для человека, поэтому он решает этой ситуацией уйти, так или иначе. Какой вывод напрашивается? Есть проблема, проблему надо решать. Не умею решать проблему, учусь решать эту проблему. Учусь ее решать самостоятельно, через знакомых, через какие-то подручные средства, литературу, интернет и так далее, и тому подобное. Учусь решать проблему через консультацию психолога, в том числе. А я насколько поняла, если я правильно расслышала звонок телезрительницы, она стала то ли свидетелем, столкнулась с попыткой суицида близкого человека, или, может быть, не настолько близкого, но рядом находящегося вот с этой ситуацией. То есть не внутренняя проблема, что пришла она к этому, а вот она была наблюдателем, и она пережила стресс от увиденного таким образом. Ну что здесь можно сказать? Наблюдение попытки лишения жизни, попытки лишения жизни человека, да, постороннего, предполагает, что отношение к смерти у самого человека, насколько это отношение проработано, что человек сам думает о смерти. То есть надо задать себе этот вопрос, если не получается правильно задать, то можно обратиться к специалистам, да, получается. Народная студия готова у нас передать вопрос от телезрителя. Женя. Вопрос от Надежды из Печоры. После стресса полтора года назад сильно разболелись печень и поджелудочная железа. Приходится постоянно принимать лекарства. Очень устала. Что можно сделать самой без лекарства? Надежда, что вы можете подсказать? Или порекомендовать? Тёвка ваша задаёт вопрос. Ну вот, опять-таки, органы пищеварительного тракта. Самое, наверное, опять-таки слабое звено. Что можно сделать? Первое, что хочу сказать, важно в комплексе организовывать все мероприятия по лечению психосоматических заболеваний. То есть важно помнить, что посещение психолога, психотерапевта и самоврачевание каким-либо образом не будет эффективно без медикаментозного лечения. Всё должно быть в комплексе. Это первое. И что касается самих заболеваний, то здесь, как человек сам заявляет, была стрессовая ситуация, и так или иначе она вылилась на какой-то стадии в заболевание какое-то. Значит, нужно эту стрессовую ситуацию завершить, закончить, проработать её и начать с нового листа. И здоровый какой-то год, месяц, неделю. И здоровый физический, и здоровый психологический. Ну вот разные такие, ну на самом деле разные психосоматические заболевания. То есть желудок – это одно, головные боли – это совершенно другое. Вот если взять в комплексе, у них одна причина – вот мы не умеем что-то делать, вот что-то одно. Или каждый орган подчиняется своему какому-то неумению, своя какая-то точка непроработанная. Получается, что так. Получается, что так. Если это голова, соответственно, это как-то связано с мыслями. Головокружение. Человек говорит, у меня всё в голове, сумбур, сумятица. От этого головные боли. Вот когда человек всё разложит по полочкам, головных болей не будет. Сердце. Что-то не так в сердце, давление, в груди, какие-то сжимающие боли. Что-то не так с любовью, да? Сердце же за любовь отвечает. Значит, к любовью либо к какому-то другому человеку из внешнего мира, либо к самому себе. Когда человек с этим разбирается, у него проблемы сердца, опять же, проходят. Проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Например, у человека болят ноги. У человека ноги не позволяют человеку ходить на далёкие расстояния или вообще ходить. Почему-то человек не хочет никуда идти. Останется? Либо не хочет уходить от дома, предположим, либо не хочет куда-то прийти. Да. То есть, если у меня ноги больные, я лучше сяду здесь в комфорте, буду сидеть и никуда дальше не пойду. На работу, например, не пойду. Да. То же самое с шеей. Если у человека зажата шея или какие-то проблемы с шеей, то, соответственно, он не хочет голову поворачивать в стороны и смотреть, что там, как ещё-то по-другому можно действовать в своей жизни и жить. Он выбрал одно по этому направлению движения и по этому направлению идёт. Ещё один звонок от телезрителя примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Меня зовут Раиса. Знаете, я хотела вот вас спросить. Дело в том, что, в общем, когда я сама по жизни очень весёлая, позитивная, но у меня на данный момент, вот когда если меня вот где-то может плохо сказать, слово грубо или что-то вот такое, я, понимаете, не извинились даже. Я всё могу прощать. Ну, всё прощаю. И многое. Этим некоторые, конечно, манипулируют. Вот. Но я хочу одну у вас спросить. Я тебя внутренне успокаиваю. Спокойно, спокойно. И в один прекрасный день я вот так думаю, не может ли у меня вылиться это изнутри всё. А если вылиться, то меня будет очень тяжело удержать. То есть вы хотите узнать то, что вы сдерживаетесь? Может ли это вам как-то оукнуться, получается? Да, да, я сдерживаюсь и не плачу. Никогда не плачу при том человека, когда он может меня оскорбить. И очень. Я перетерплю это всё, улыбаюсь вот так. А потом в сторонке я, конечно, очень сильно выплакаться хочу. Слёзы немножко идут. То есть получается прям сразу простить человека этого не получается, так? Да, да. Вот и отомстить я не хочу. Мстить. У меня нет такого желания мстить. Это хорошо. Но я только боюсь одно. Не выльется ли это в один прекрасный день всё изнутри у меня? Спасибо. Вот этого я боюсь. Спасибо большое за звонок. Я думаю, мы двумя направлениями сможем ответить. Во-первых, не выльется ли в плане том, что на каком-нибудь одном человеке, бедном несчастном, женщина просто сорвётся и, предположим, ну как вариант, накричит так, что тому человеку мало не покажется. И второй вариант ей самой, как это может оукнуться из-за того, что она на самом деле, спусковой механизм не срабатывает. Если я правильно поняла, мы говорим об обиде. Когда мы ожидаем от человека одной реакции, что он будет с нами вежлив, учтив, будет просить прощения. Мы ведь просим прощения в таких ситуациях. И эти ожидания не оправдываются. Копится обида. Обида копится, 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 складируется в нас. И да, как любой сосуд, который, будучи переполненным, так или иначе выльется через край, когда-то может произойти такая ситуация, что будет последняя капля, и все эти эмоции выльются. Очень эмоционально, может быть, даже агрессивно выльется все это. Насколько сдерживать эмоции, вторая часть вопроса, насколько сдерживать эмоции для самого человека, это опасно. Опасно. Тем, что эмоции, которые не вылились, через слова, через слезы, тут же при человеке, они потом накапливаются и перерастают от напряжения. Оно должно как-то выходить. Они выходят в каких-то заболеваниях, где тонко, а там и рвется. У кого-то это сердце, у кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого-то это будет фукулез. Причем тонко, это не обязательно, что это слабое сердце, да? Просто оно по каким-то другим причинам более подвержено. Может быть, у человека предрасположенность к сахарному диабету. И непонятно, почему этот человек заболел. Вроде бы нет никаких явных причин. А общее стрессовое состояние, в котором он находится долгое время, плюс предрасположенность наследственная, может вылиться в сахарный диабет. И в 30, и в 40. Почему? Вот задаем вопрос себе, почему у нас молодеют болезни. Потому что среда очень стрессогенная. Поэтому так происходит. Но как все-таки научиться? Вот наша телезрительница подсказает, даст совет. Ну вот как вот этот спусковой крючок научить для себя спускать? Чтобы и без вреда для того человека, который обидел. Потому что не все из нашего окружения хотят нам эту обиду причинить, на самом деле. Просто некоторые, ну, хочут так думать, что они не задумываются о том, к какому состоянию могут привести. Вот как научиться? Меня обидели. Ну, например, меня. Вот что у меня? Отойти в сторону поплакать. Второй вариант поплакать глаза в глаза, чтобы у того человека ужас был. Ну вот что делать? Человек исходит, здоровый человек психологически, исходит из своих собственных желаний. А что мне сейчас хочется сделать? Вот неважно, буду я с красными глазами от того, что я здесь расплачусь, или как-то меня оценят не так. Вот мне хочется сейчас заплакать, я сейчас заплачу. Потому что я знаю, что если я эти свои слезы подавлю, а потом на них вторые слезы, и все это будет увеличиваться уровень этого напряжения, где-то мне оно сделает хуже. Почему если человек мне сделал что-то плохое, я это плохое в себе буду складировать, и потом это будет моя болезнь? То есть плаксивые дети, в будущем плаксивые люди, им даже можно в какой-то степени повезло, что они умеют это все? Они свободно освобождаются от своих негативных эмоций. У нас есть гнев. В ребенке это задавливать нельзя получается? Нельзя. Нельзя. Нужно учить, в каких ситуациях можно заплакать, в каких нет, но не подавлять. Одно дело, когда формируется навык путем воспитания, что вот здесь не плачут, а здесь плачут. А с другой стороны, когда не дается плакать вообще. Почему у нас говорят, мужчины не плачут? Потому что мужчины учат, что мальчика маленького, что плакать нельзя. Поэтому у нас мужчины раньше умрали. Для того, чтобы он был мужчиной, вот там ситуация, для того, чтобы был мужчиной, плакать нельзя, соответственно. Это потом, ой-ой-ой, как окнается, в том числе и на желудочных, как раз-таки, заболеваниях. Народная студия у нас желает озвучить очередной вопрос. Женя, слушаем. Вопрос от Виктории. Моей дочери 6 лет. В последнее время звонят с детского сада, чтобы забрать ее, так как у нее температура 38 и боли в животе. Приезжаем домой, все в порядке. Прошли полное обследование. Мы здоровы. Врачи говорят, у вашей дочери психоматика. Что нам делать? Спасибо большое за вопрос. Вот психосоматика. Наверное, очень частый, наверное, самый яркий пример проявления психосоматики это нежелание детей идти в садик, который проявляется насморком, частыми болезнями. Классический случай. Если все проверили и подтверждено все-таки, что ребенок здоров, то есть причин для таких проявлений нет. Вот как? Физиологически причин нет. Но есть одна психологическая причина. Я хочу быть с мамой, поэтому я и мой организм сделаем все, чтобы с мамой быть. Нужно решать, разбираться в той ситуации, которая возникает в семье. Почему ребенок в 6 лет не самостоятелен и не может жить отдельно от мамы? В детском саду, во дворе, где-то с другими детьми. По идее, по законам развития в 3 года должно происходить отделение ребенка от матери. Кризис самости, так называемый, появляется. У ребенка самостоятельность. Если мама ребенку не давала эту самостоятельность проявлять, почему мы ждем от ребенка самостоятельности, когда он в детском саду? Если он не умеет. Если он не умеет. Вспомнили тогда, когда понадобилось. То есть уже палка о двух концах. С одной стороны, мы боимся за ребенка, его к себе притягиваем. С другой стороны, он потом никогда не сможет оторваться от нас. И в 6 лет, и в 26. То есть как это? Поработать еще раз и дать ему самостоятельность? То есть это маме над собой поработать, получается? Или уже ребенка тоже раз в 6 лет и такие проблемы придется подключать? Изменится мама, изменится ее отношение, это будет лучшая психотерапия для ребенка. Но если говорить о в целом всех проявлениях психосоматики, вот для чего нужно человеку знать? Это психосоматика или нет? Как это можно себя, получается, помочь? Очень многие люди, приходя к психологу или вообще в какой-то обыденной беседе, говорят, я лечусь, лечусь, и все безрезультатно. Вот когда такая ситуация есть, очень важно знать, что если безрезультатно медикаментозное лечение, значит, скорее всего, психологический фактор оказывает самое большее влияние на формирование этой болезни, и что нужно несколько в другую сторону расширить свое представление о заболевании и подумать, что же в моей психической и психологической жизни могло это заболевание вызвать и с этим как-то работать. Получается, мы с психологом, если опять-таки не получается, не учили нас этому в детстве задавать себе вопросы. Мы другим людям вопросы задавать нужные нам не умеем, а уж себе тем более. Вот мы прорабатываем причину все-таки или мы лечим тоже с врачом обязательно, с психологом точнее? Прорабатываем причину. Если человек был у врача, его отправляют к психологу, к психотерапевту, он приходит и говорит, дайте мне, пожалуйста, рецепт, вы разберитесь и дайте мне рецепт. Как у врача, врач же разбирается в болезни и дает рецепт, то психолог здесь говорит о чем? Я буду вам задавать вопросы, и вы с вами будем разбираться вместе. И пока вы не поймете, что происходит в вас, никакого результата не будет. Какую бы пилюлю волшебную я вам не дал, как специалист. Но получается, если у человека что-то заболело, ну, это входит в перечень как раз-таки этих психосоматических заболеваний. Ведь на самом деле часто бывает. это врачи, педиатры, терапевты, предположим, изучают, изучают, изучают. Причин найти не могут, но они же лечат. И получается, любая таблетка, она ненужная таблетка, это враг нашему организму. И нас могут же и залечить теоретически. А если делать так, у меня заболел желудок, я сначала записываюсь к психотерапевту или психологу, и параллельно записываюсь к терапевту обычному, чтобы эти параллельные линии были выстроены. Может быть, лучше так делать, чтобы меня не успели залечить, не знаю, амепрозолом каким-нибудь? Именно в комплексе такие проблемы психосоматические решаются. Потому что в самом слое психосоматическое заболевание две части. Психа и сомата. Психа – душа, сомата – тело. Лечим душу в одном месте, тело в другом месте и избавляемся полноценно, полноправно с этой проблемой. То есть для перестраховки можно все-таки обратиться сначала, ну и хотя бы параллельно к психологу, примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я сексуарь, и у меня вот такой вопрос. У меня ребенку 2,5. И вот он, когда спит, она часто, допустим, пинается, дергается, что-то вас не говорит. Может ли это отмежу, может ли это переживает, вот так вот это объяснить? Спасибо. Большой ребенок очень нервно спит, дергая ножками во сне, вот это как признаки какого-то стресса, или вот как телезрительница сказала, может, слышит какие-то разговоры с супругом и вот переживает. Если у мамы есть уже у самой мысли, что есть такие в семье разговоры, от которых ребенок может переживать, то, скорее всего, ребенок, проживая в этой семье, эти разговоры слышит и слышит интонации. Ребенок 2,5 года не понимает слов, всех этих сложных и конструкций, и смысла, но он чувствует эмоции, потому что с эмоциями мы рождаемся сразу, а вот смыслы слов мы приобретаем в ходе нашего воспитания, развития, учения в школе и так далее, и тому подобное. Слыша все эти эмоции, заряжаясь от окружающей среды стрессогенной уже получается для ребенка какими-то импульсами негативными, ребенок плохо спит. То есть в ту пору, в ту фазу, когда он должен отдыхать, он отдыхать не может. И на самом деле это очень мудро, что мама позвонила и сейчас она обратит внимание на этот момент с большей серьезностью. Но если разговоры взрослых, может быть, не совсем эмоционально позитивные слышит ребенок, тут проще всего. То есть убрать эти разговоры в присутствии ребенка в целом, вот в квартире, когда он есть. Это проще. А если вот вроде таких негативных и нет проявлений, вот что делать. Вот опять-таки тот же самый садик. Вот очень многие же дети воспринимают, как стресс, отрываясь от мамы. Не знаю, что-то может там не нравится. Вот как помочь успокоиться ребенку. Может там, не знаю, на пять раз больше погладить по голове перед сном. есть ли, дергается ли ребенок во сне или не дергается. Это общая рекомендация. На пять раз больше погладить ребенка по голове. Примем еще один вопрос из народной студии. Женя. Наталья написала, как она справляется со стрессовыми ситуациями. Мне очень помогли книги. Я стала спокойнее реагировать на все, что может происходить вокруг меня. Если заболел желудок, предположим, я анализирую ситуацию, ищу причину. Как только я нахожу ее, вы не поверите, боль тут же уходит. Спасибо большое, Женя. Ну вот на самом деле книги, книг масса сейчас. И очень много так называемой эзотерики. Может быть, это не совсем близко к научным, я не знаю. Но все-таки что нужно прорабатывать? Какие вопросы себе нужно задавать, если у человека возникла мысль, что у него все-таки что-то не так? Что это уже выливается потихонечку в болезнь? Оно ведь не сразу выливается в болезнь, так ведь? Организм подключается на последующих этапах. Сначала психика реагирует сама какими-то своим недовольствами, в общем, чувствами, эмоциями, ощущениями. Если человек не принимает в расчет все это, ну ладно, пройдет, Бог с ним, то, соответственно, подключается организм, как крика помощи, уже говоря о том, что не просто психика что-то эфемерное изнашивается, а уже организм изнашивается от того, что происходит. на какие сферы все-таки обращают внимание человеку? Нет, давайте сначала примем телефонный звонок у нас даже. Два телезрителя ждут возможности задать вопрос. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Я хотела к психологу спросить. Вот если, например, ты не хочешь к психотерапевтам ходить, как-то вот не принято у нас. Вот как самой справиться? Может, вот как-то вот писать плохое, хорошее, как-то делить это? Вот подскажи, психолог, как вот справиться? Замечательный вопрос. Спасибо большое. Вот на самом деле мы еще не совсем привыкли, что можно к специалистам. Ну, есть у нас еще такое понятие, я не псих, я туда не пойду. Или нет времени, например, тоже вариант, не все успевают. Вот что-то какие-то хотя бы начальные, как справиться, есть варианты домашнего, излечения? Если человек готов к тому, чтобы работать с тем, что у него есть, он определяет для себя, начинает мыслить в трех категориях. Хочу, могу, надо. Хочу. Прямо вот берет А4 лист, делит его на три части и подписывает каждую из них. Я хочу, я могу, мне надо. И от меня надо. И прописывает все, 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 что там он в этих категориях думает. Я хочу того, то, 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 а мне вот не позволяется вот это, вот это, вот это. И смотрит, хочу то, что возможное, то, что он делает, по своим желаниям перевешивает или наоборот не довешивает, то, что ему как по каким-то причинам не дается выполнить его, хочу. Могу. Пишет человек о своих способностях, что я вообще в принципе могу в этой жизни сделать, что я уже, чего я достиг. И здесь смотрит, что перевешивает, чего он достиг, или то, что он построил какие-то планы в 20 лет, а в 50 лет он этого ничего не выполнил. То есть могу уже на данный момент и хотел бы мочь вот такие вот. Да, то есть все в категориях, в этих трех категориях и про прошлое, и про настоящее, и про будущее. И надо. Очень важная категория, она говорит о чем, что мне надо. Мои требования ко мне, общество, что меня заставляет делать и как я к этому отношусь. Если в принципе меня заставляет общество делать то-то, то-то и то-то. А я не хочу этого. А я не хочу этого всего делать. И вот это вот уже разногласие, и оно может вылиться, как раз таки. Мы смотрим на эти разногласия. Если они есть, и их очень много, вот как раз таки на них нужно обращать внимание. Соответственно, получается, если я могу уйти от этих надо, при том, что я очень сильно не хочу, то мы уходим. Ну, грубо говоря, как вариант, не нравится, работать с меня требует. Мы уходим с работы, если нет возможности, надо поменять ситуацию, отношения. Да. Получается, что так. Еще два телефонных звонка. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это город Утинск. Очень приятно. Я хотела спросить, у нашего внука 4 года появился заикание, и вот я бы хотела узнать, все-таки это стресс или заболевание какое-то. Спасибо большое за вопрос. Заикание. Здесь очень важно работать с врачами, в тесной взаимосвязи, что происходило, как развивается организм вообще ребенка. потому что заикание, появившееся у взрослого человека, здесь больше влияние психологических факторов. Если заикание появляется в младшем возрасте, у ребенка, то, соответственно, здесь велика доля физиологических каких-то влияний. Но если это психологическое влияние, если это стрессовая ситуация, нужно эту ситуацию стрессовую выявить. Делает это либо сам родитель, либо, опять же, это консультация со школьным психологом, психологом в детском саду и выявление этой причины. И с этой причиной нужно что-то делать. И с ней нужно работать. И если это делает родитель, то он это, по крайней мере, обговаривает, проговаривает и делает ту ситуацию, которая была стрессовая, безопасной. То есть если ребенка очень сильно напугала собака, и ребенок стал заикаться. Отношение к собаке, скажем так. Да, к собаке, ко всем собакам мира в целом, получается, что так. Потому что ребенок будет бояться не только эту конкретную собаку, но и всех собак. А может быть, даже и все, что похоже на собак. То есть вплоть до такого. Если это родитель, он проговаривает делать ситуацию безопасную. Если это психолог, то он использует определенные психологические техники для того, чтобы ребенка от этого страха избавить. И на будущее ему обеспечить здоровую жизнь без заикания и без этого страха. Главная рекомендация обратить к специалистам. Все-таки сейчас еще есть возможность не дать закрепить ребенку это. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. У нас вот такая вот проблема. Вроде бы сама как и психолог, но после развода с мужем ноги стали отниматься. Вот что это такое? Врачи ничего не могут понять. Спасибо большое за вопрос. Объяснимых причин для отказа ног нет. Мы немножко вскользь заговорили. Как это? Это может быть связано с разводом мужа? Если происходит такая ситуация, что есть причина, есть следствие. Был развод, и после этого было какое-то физиологическое недомогание, какое-то физиологическое переживание, скажем так, то здесь связь, это она четкая. Стрессовая ситуация, психосоматическое заболевание. Опять же, рекомендация одна. Эту стрессовую ситуацию каким-то образом нужно завершить, довести ее до логического конца. Либо человек ее сам со временем завершает, либо это происходит с помощью, с чьей-то помощью, с чьей-то поддержкой, скажем так. Но все-таки можно ли управлять своим телом, не знаю, сознательно? Вот я изначально, каждый из нас не хочет болеть. Вот до этого что я могу сделать? Не чтобы уже с проявлениями бороться, а чтобы не допустить. Очень коротко, потому что время эфира не так много до конца. Я тогда дам общую рекомендацию. Если психосоматика возникает как реакция на стресс, то, соответственно, мы учимся с этим стрессом жить и относиться к нему без каких-то зажимов и прочих неприятных моментов. Проблемы, преодолевающие поведение, его практика. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о психосоматике, о том, если наша психика не справляется с какими-то ситуациями, как это может проявиться на теле, на тех болезнях, которые мы получаем в итоге. Что мы можем сделать, опять-таки, чтобы эти болезни не заполучить? Наши вопросы отвечала психолог Надежда Козлова. Спасибо вам большое. Всего доброго. Увидимся завтра в полдень в гости эфира «Трихолог» Валентина Подорова. Тема беседы «Старение волоса» и «Седина». Узнаем, как раньше времени не потерять свою шевелюру. Электронная почта нашей программы «Случайсобака.ртк.ру» предлагается тема для эфира. Если что-то хотите подсказать или уточнить, звоните по телефону редакции 725-400. Редакция 725-400.